Здравствуйте, меня зовут Анкерштейн Любовь Вадон, врач-невролог, город Санкт-Петербург, поликлиника номер 8. Сегодня мы поговорим о памяти, о нарушении памяти. Память это функция нервной системы, а особенно головного мозга, запоминать, воспроизводить полученную информацию и навыки. Какие же симптомы при нарушении памяти? Это в основном забывчивость, снижение трудоспособности даже, общая утомляемость присоединяется к нарушению памяти. В основном это обращаются ко мне и как молодого возраста, так и старческого возраста. Молодой возраст, у них в основном это легкая форма протекает, нарушение когнитивной функции. Им трудно запомнить усвоенную лекцию, к примеру, на занятиях не могут. Быстро воспроизводить информацию, для них сложно запомнить то, что ранее запоминалось намного быстрее и эффективнее. Обращаются непосредственно в таком возрасте, как в студенческом основном. Потому что сейчас мир напомнил большинство заполненных у нас гаджетами, которые тоже забирают много и дополняют много информации, которые в молодом возрасте в принципе и не нужны. При легкой форме молодые люди могут справиться сами. Это путем таких советов, как тренировка памяти. Это может быть и читать книги, гадать кроссворды. Восемь часов спать советуются. Избегать стрессов, заниматься спортом. При умеренных и тяжелых когнитивных нарушениях уже обращаются к нам родственники. То есть при умеренных нарушениях замечают уже окружающие люди, что близкий человек начал забывать непосредственно включенный газ, плиту, утюги, забыл квартиру, например, закрыть. Ну, это вот непосредственно замечают уже окружающие. Таким образом обращаются к нам, к специалистам. При тяжелых же формах, помимо нарушения памяти и элементарно бытовые обслуживания нарушены. Это уже деменция и болезнь антиммера. Таким образом, обращаясь к нам, пациенты получают соответствующее лечение. Я вам желаю тренировать свою память, гадать кроссворд даже в старческом возрасте. Рекомендуется заниматься спортом в любом возрасте. Запоминается очень хорошо, когда вы читаете книги. Попробуйте пересказать то, что вы прочитали. При любых нарушениях когнитивной функции, будь то это легкая, средняя, тяжелая, вы можете обратиться к специалистам. Вам назначатся соответствующее лечение и дадут правильные рекомендации. Уважаемый пациент, не снимайте самолечение. Приходите на прием, будьте здоровы, берегите себя. До свидания.